до накормления вот каждое утро собираются здесь туристы вот вы откуда приехали очень приятно очень хорошо вот таких львов всего 300 в мире 20 из них живет в нашем парке не только живут на успешно размножает это реча и белые львы вот ну и вообще львов вот таких рыбок сегодня к сожалению остались в природе три-четыре тысячи еще двенадцать тысяч живет на тема сегодня они вымирающий и к сожалению ареал обитания сокращаются африка заселяется вот пищевой цепочки потому что все уничтожает и к сожалению они тоже уже сегодня занесены в красную книгу парк тайган это просто маленький биотоп африканской совальны не все могут доехать в африку это дорого сложно и доступно 0,7 процентам нашего населения а вот приехать в крым российский и посетить парк и увидеть этих величественных царей звеней вот здесь не в клетках тесных зоопарках которые есть до сих пор еще в том себе в россии а вот здесь на просторах крымской саванны это большое удовольствие и счастье и за этим сюда едут многие многие тысячи и сотни тысяч людей за вот этой картинкой на фоне крымских гор вот вот так увидеть свободно гуляющих львов здесь можно сфотографироваться с малышами львов которые рождаются у нас называется пачками вот ну и очень много другого товарищи вам нравится парке тайган нужно быть просто сумасшедшим ветеринаром чтобы вот так с моста увидеть недоеденный кусок вот такой мяты ведь о вы видите биологические отходы я штрафовать зоопарк на 500 тысяч ветеринары смешат себя посмотрите на этих скальных воронов они ждут они ждут то что не доедят тигры и моментально это обгладывают до состояния голой кости к сожалению здесь нет гиен то и гиена бы смели бы это мясо круговорот в природе он придуман миллионами лет и сегодня это не просто какая-то ферма по разведению львов это биотоп это заповедник если вы живут своей естественной жизнью делят территорию делят самок сражаются иногда второй штраф полмиллиона я получил в прошлой неделе за то что львы один другому поцарапал где-то там на бедре что-то чока ты где гек ну вот они и ветеринары сделали мне предписание найти тех левиц которые его поцарапали и поставить на карантин замечательно есть такая ветеринар тушина сделала такие предписания маразматические я вам сказали спустись мы ей дали акт о том что мы комиссия в составе директора старшего кипера опросили всех ли никто не признался в этом мы хотели прибегнуть к пыткам но учитывая закон российской федерации о жестоком обращении с животными не стали этого делать ее это не устроило госпожу тушину и она штрафовала еще на пятьсот тысяч рублей и подала в суд по совокупности наших преступлений за мясо и за поцарапанного льва на закрытие парка львов тайган 3 декабря белогорский суд 10-15 будет рассматривать дело о закрытии парка львов тайган но мыслимо дело и если бы это был один маразматический такой но тогда нас обвинят в чем-то другом смотрите и это нормально господа и разнять вот именно так говорят ветеринары и штрафуют меня за то что я этого не делаю вы должны обеспечить безопасность на ванне ребята не сами без нас разберутся это их природа и поверьте если бы они друг друга калечили и убивали здесь уже давно никого не было парк работает более семи лет и на валютой собрались мы будем дружить там и так далее у них все там у них тут поэтому они разберутся это природа и если вы видите у львов огромные гривы только для того чтобы во время драк жизненно важные органы не были повреждены понимаете поэтому в природе нет понтов если были бы ветеринарным чиновником преуспели бы в морозе крымский ветеринар а вы знаете смотрите на этих скальных воронов они до метров достигают высотой они съедают мясо зимой больше чем съедают мои львы мы успеваем львам только бросить они подлетают он ведь они везде эти вороны они лучшие санитары и утилизаторы кусочков и остатков мяса поэтому так еще продезинфицировать место где оно лежало а штрафует по полмиллиона да 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 кто говорит почему билеты такие дорогие просто сумасшедшие нет ребята зоопарки это очень дорогие игрушки для любого бюджета если вы возьмете московский зоопарк санкт-петербург любой другой нашей страны вы убедитесь что это убыточные дотационные зоопарки несмотря на то что они находятся в мегаполисах у них миллионная посещаемость однако они концы с концами не могут свести потому что в зоопарках работают сотни тысяч человек потому что мясо продукты вольеры все это стоит очень очень дорого сегодня причем государственные зоопарки хотя бы пользуются льготами они не платят за аренду земли и тогда но у нас нет этих льгот поэтому у нас единственный источник существования это входная плата дальше вы все купили билеты кстати вот так спасибо вам большое вы поддержали парк вы жалеете о потраченных нет денег спасибо если вы выбрали для себя вот такой маршрут выходного дня значит это нужно вам вашим детям и наверное были варианты другого проведения вот поэтому то что создаются такие партии независимо от государственных субсидий частным образом но это здорово и мне кажется это только нужно поддерживать все следить в рамках закона конечно они не 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 таких маразматических что вы там кусок мяса и вы вас оштрафует отнять так крымчане крымчане а вот вы знаете кто рядом с нами все знаете слава богу хорошая красивая осенняя картинка туман рассеялся и вы видите во всей красоте вот влюбленная пара пошла вот подняла и он сейчас 5 дней 5 ночей будет около нее он не будет есть он не будет пить паре мне происходит через каждые 15 минут она ложится он к ней там и так далее вот природа нам бы такое здоровье вот видите у льва царапина вот он тоже дрался за танк у него царапина она очень быстро зарастает эта царапина пройдет неделя и не останется следа от этой царапины у них у львов очень сильный иммунитет вот плюс слюна обладает антисептическим противобатериальным действием они себя если лизанули все это лучше зеленки лучше всего остального и мы оказываем ветеринарную помощь только в крайних случаях когда совсем рваные раны и что-то нужно вмешательство ветеринарное но такие случаи бывают далеко не часто лордов я показал фильм запашный и там плоров про лорда был в кузове как я не дели в сафари да и благодаря лорду я сегодня действительно здесь пользуюсь популярностью этих львов я могу спуститься сейчас и пойти с ними вот и так сказать мы продолжим экскурсию с вашего решения для николая николаевича спасибо всем хорошего всем дня спасибо извините беспокойтесь